всем привет с вами канал observer меня зовут артем и сегодня мы расскажем о зрительной трубе про one с от японского бренда kenko расскажем о ее характеристиках плюсов и недостатках ну и конечно же обязательно протестируем поехали японская компания kenko была основана в далеком 1957 году а в 1974 открыла подразделение по производству оптических приборов за время своего существования kenko путем слияния и приобретения взяла под крыло несколько крупных брендов различной техники среди которых например известный производитель фото штативов слик и популярной среди охотников сайт рон славящиеся своими прицелами ну а с 2011 года компания объединилась с брендом токина крупным игроком на рынке фотообъективов созданном более 70 лет назад выходцами из корпорации nikon на сегодня kenko известен в основном как производитель светофильтров и телеконвертеров однако в ассортименте их продукции имеются и прочие фотографические принадлежности аксессуары для астрономии несколько линеек биноклей а также недавно появившиеся зрительные трубы про one с которые мы и рассмотрим в этом обзоре как вы и просили в комментариях под предыдущими видео кстати если по ходу ролика у вас появятся какие-либо вопросы оставляйте их в комментариях а на наиболее интересные мы ответим в нашем инстаграме ссылка на профиль в описании обязательно заходите там много интересного зрительные трубы про one с представлены в двух конфигурациях с прямым окулярным узлом а также с изломом оси под углом 45 градусов в первом случае прибор больше подойдет для работы на большой высоте с объектами расположенными сильно ниже наблюдательной точки при использовании высокого штатива или при преимущественно прямом наблюдении целей например в спортивной стрельбе ну а вариант с окуляром под углом чуть более универсален и подходит в большинстве случаев как для наземных так и для ограниченных астрономических наблюдений скажем если вы используете трубу в качестве вспомогательного инструмента в связке с телескопом модель именно с такой конструкции и попала к нам в руки инструмент имеет большой объектив диаметром 65 миллиметров и оснащен системой переменного увеличения то есть функции зум в диапазоне от 16 до 48 крат исходя из характеристик можно сделать вывод о том что при бор ориентирован на точечную работу сильно отдаленными целями сборка инструмента произведена как говорит нам шильдик в китае в комплект поставки помимо самой зрительной трубы входят следующие аксессуары чехол из плотной синтетической ткани с регулируемым наплечным ремешком металлический настольный штатив и адаптер для смартфона обеспечивающие возможность записи с прибором фото и видеоматериалов крепление трубы к треноге осуществляется за счет резьбы формата 1 четвертая дюйма этот стандарт позволяет устанавливать инструмент и на обычные полноразмерные фото штативы что даст намного больший комфорт в работе в любом случае kenko pro 1s как и все прочие приборы с увеличением свыше 12-15 крат обязательно требуют монтажа на ту или иную опорную конструкцию так как чрезмерное дрожание картинки при наблюдении с рук не обеспечит какого-либо продуктивного результата комплектный штатив в принципе достаточно неплохо держит трубу есть возможность регулировки плавности хода или жесткой фиксации положения путем закручивания или ослабление рукоятки треноги направление прибора внутри кольца держателя также можно отрегулировать под свои предпочтения доступны пять позиций под которые производитель предусмотрел стопорный механизм но по большому счету ничто не мешает закрепить оптическую трубу в любом другом положении затянув в нем винт модель оснащена защитной крышкой защелкивающимся фиксатором для главного оптического элемента объектива а также откручивающимся пластиковым футляром обеспечивающим сохранность окуляра при переноске и хранении корпус трубы изготовлен из пластика с внешним рельефным резиновым покрытием которое во-первых придает дополнительную герметичность прибор брызгозащищен и выдерживает наблюдение в дождь или снег а во-вторых улучшает сцепление с ладонями для предотвращения выскальзывания трубы из рук инструмент имеет средний для своих параметров габариты 34 на 17 на 9 сантиметров паспортный вес 750 грамм наша проверка показывает чуть большую массу 790 грамм линзы и призмы модели выполнены из оптического стекла с многослойным просветляющим покрытием его визуально видно по цветным переливом зеленого и синего оттенков на внешних элементах к сожалению марка стекла производителем не указывается однако по нашему мнению здесь используется неплохая базовая оптика класса bk 7 кстати на нашем канале есть отдельное видео о том как самостоятельно проверить параметры прибора в домашних условиях можете посмотреть его по ссылке в углу экрана или в описании под этим роликом не забудьте в целом заглянуть в плейлисты канала мы подготовили для вас много интересных обзоров микроскоп в телескопах бинокли монокуляров зрительных труб и прочей техники а также познавательные видео на тему астрономии и микроскопии линза окуляра имеет также достаточно крупный диаметр однако исходя из характеристик прибора ее размер мог бы быть намного меньше без потери продуктивности дело в том что из-за низкого соотношения между апертурой объектива и высокой кратностью модели имеет очень скромное значение выходного зрачка то есть диаметра светового пучка формируемого оптической системой зрительной трубы попадающего на глаз наблюдателя из которого и воспринимается конечное изображение он составляет зависимости от установленного увеличения всего от 4,1 до 1,4 миллиметра напомню что неким условным порогом опускаться ниже которого неэффективно считается значение в 2 миллиметра меньше уже не сможет сузиться зрачок взрослого человека чтобы корректно воспринимать такой крошечный световой пучок как следствие картинка сильно темнеет и теряет детализации то есть с данным прибором работа на кратности свыше 32 будет крайне непродуктивно кроме того система зум вносит определенные коррективы и в ширину угла обзора у биноклей монокуляров и зрительных труб с переменным увеличением априори узкое поле зрения по сравнению с моделями с аналогичными параметрами но с фиксированной кратностью нашем случае угол варьируется в пределах скромных значений от 2,3 градуса до 1,1 градуса или от 40 до 19 метров на тысячу в линейном эквиваленте связи с этим как и подавляющее большинство зрительных труб наш инструмент также не очень подходит для обзорных наблюдений если вы затрудняетесь с выбором прибора под определенные задачи вы всегда можете обратиться к консультантам интернет-магазина observer-msk.ru оставив обращение в онлайн-чате на сайте или заказав обратный звонок кроме того в описании под видео вас ждет промокод на скидку на покупку оптической техники обязательно загляните на сайт предоставленный ассортимент биноклей зрительных труб телескопов микроскопов и аксессуаров к ним весьма широк а цены вас приятно удивят на окуляр kenko pro 1s можно установить смартфон через комплектный адаптер о котором мы говорили ранее кстати этот аксессуар универсален так как имеет регулировку посадочных зажимов то есть его в принципе можно использовать и со сторонними приборами подойдет любой телефон с камерой так как опять же конструкция позволяет произвести настройку под нужный размер конечно получить идеальную картинку на фотографиях таким образом не получится однако базово зафиксировать результаты ваших наблюдений все же можно объектив оснащен выдвижной бленды защищающий от боковой засветки при работе при ярком дневном свете кроме того в оправе объектива предусмотрена резьба диаметром 67 миллиметров для установки светофильтров как на объективах фотоаппаратов тут видимо дает о себе знать основное направление деятельности бренда kenko это напомним как раз производство подобных фотографических аксессуаров безусловно очень интересная опция которая в теории может позволить добиться большей продуктивности от зрительной трубы модели имеет двухскоростную систему фокусировки с грубой настройкой для быстрого поиска интересующего объекта и дополнительным кольцом тонкой подстройки для получения наибольшей резкости регулировка кратности реализована на окуляре вращая довольно тугой пожалуй даже чересчур тугой барабан с ребристым покрытием пользователь может плавно менять увеличение на всем доступном диапазоне от 16 до 48 крат понять какое значение установлена в конкретный момент можно по белой точке указывающий на конкретную кратность окуляр снабжен поворотно-выдвижным наглазником с двумя ступенями положения выкрутив его и прислонив глазницу к праве можно с комфортом наблюдать в трубу на наиболее правильном расстоянии равном выносу выходного зрачка имея при этом дополнительную защиту от боковой засветки а опустив его вести работу не снимая очков если вы их носите что же самое время перейти к практическому тестированию область за которой мы наблюдаем расположена на расстоянии 190 метров от нас значение кратности установлена на минимум и равняется 16 благодаря увеличению мы видим это место эквивалентно тому как видели бы невооруженным глазом всего с 12 метров нужно отметить что наш способ съемки камеры через окуляр прибора несколько ухудшает общее качество картинки и при непосредственной работе со зрительной трубой вы увидите более четкое светлое и детализированное изображение однако только так мы можем примерно продемонстрировать на что способен инструмент дистанционном режиме на минимальном увеличении картинка в принципе неплоха особых аберраций не наблюдается яркость на приемлемом уровне геометрия не нарушена резкость присутствует на большей части поля зрения с падением у самых его краев давайте увеличим кратность до максимума и посмотрим на более отдаленный участок увеличение 48 крат расстояние до наблюдаемой области около 500 метров ожидаемая картинка существенно потемнело а также снизился общий уровень детализации все это последствия слишком большого значения кратности по отношению к диаметру объектива также стоит сказать что функция зум в таких приборах в целом работает подобно цифровому увеличению например фотографии то есть вы вроде и видите цель ближе однако разрешение остается таким же как и на минимальной кратности то есть ничего сверх того что было доступно на 16 кратах вы по большому счету не разглядеть если начать снижать увеличение не меняя настройки камеры можно в режиме онлайн увидеть насколько ярче насыщенней контрастней да и просто приятнее становится картинка а так выглядит эта область без какого-либо увеличения и так какие можно сделать выводы зрительная труба kenko pro1s имеет ряд очень интересных конструктивных фишек особенно с учетом своей низкой стоимости это двухскоростной фокусер возможность установки светофильтров на объектив качественные защитные крышки внешних оптических элементов две конфигурации расположения окуляра на выбор пользователя в общем прибор получился неоднозначный если вы все же настроились на покупку именно этой трубы настоятельно рекомендуем потестировать ее самостоятельно чтобы взвесить все за и против что ж я надеюсь данное видео было для вас интересным не забывайте ставить лайки подписываться на наш канал и нажать на кнопку колокольчик чтобы быть в курсе всех новых роликов на нем если же у вас остались какие-то вопросы пожелания по тематикам будущих видео или вы хотите обсудить тему сегодняшнего ролика обязательно все оставляйте в комментарии давайте общаться и делиться информацией но я с вами прощаюсь всем пока а